Сегодня второй день, как мы в Куала-Лумпуре. Мы идем на смотровые площадки Петроноса. Там две смотровые на галерее посередине в проходе между двумя зданиями и где-то наверху. Я надеюсь, что у нас получится забраться на самый верх и посмотреть на город. Чтобы попасть на смотровую, нужно повернуть налево либо направо от болида Формулы-1 и спуститься вниз по эскалатору. Такой узенький эскалатор я еще ни разу не видел. Чтобы точно сюда попасть, мы купили билеты за неделю за 98 ринггит на человека. Что мы получили за эти деньги? Две смотровых на разных высотах. Первое. Широкий мост SkyBridge на высоте 170 метров, который соединяет башни и не позволяет им раскачиваться во время сильного ветра. Отсюда открывается вид на даунтаун, парк и бесконечные стройки. Вид, конечно, не прям топ, но зато есть специальные кармашки, где можно попозировать для соцсетей. На фото дают 10 минут, и мы едем выше, почти на самый верх. Мы на 86 этаже из 88 возможных. Высота 370 метров. А вон наш отель. У нас даже вот здесь окна находятся. Отсюда видно практически все. Даже не верится, что совсем недавно мы ходили там внизу маленькими точками. Да и вообще, нам очень повезло, что сейчас нет туч и хорошая видимость. Но буквально через полчаса город накроет тучи и пойдет дождь до самого вечера. Почему у этих башен такое название – Петронос? Дело в том, что в Малайзии много нефти и газа. А Петронос – это государственная нефтегазовая компания. Именно она и была главным инвестором в строительстве этих башен. Здесь располагается ее штаб-квартира. Вам это ничего не напоминает? В России есть здания, которые имеют схожую историю. Это лавтоцентр в Петербурге. Самое высокое здание Европы. Его также построила нефтегазовая компания. Это компания «Газпром». И здесь у нее штаб-квартира. А этот ракурс уникален. Здесь одновременно видно второе по высоте здание в мире по левую сторону от башни. И телевышку с отличным панорамным видом на весь город и прозрачным полом по правую сторону. На нижнем этаже, после того, как мы спустились, огромное количество всякого мерча. Мы взяли вот такой магнитик. Стоит 11 рингит. В рублях это примерно 200 рублей. Мы спустили с самого верха, посетили две смотровые площадки и хотим поделиться своими впечатлениями. Мне понравилось. Я не пожалела о том, что мы туда сходили, но второй раз я бы, наверное, туда не пошла уже. Ну, в общем, все хорошо организовано. Клеят вот такой стикер на тебя, там, зеленого цвета, у следующей группы красного, черного, желтого, разных цветов. Потом, по этому стикеру тебя идентифицируют и приглашают там выйти или дальше пройти. Короче, мы рекомендуем сходить. Если вы окажетесь где-нибудь в Пуалумпур и ни разу вы не посещали Петроноса, обязательно сходите. Только билеты желательно покупать заранее. Лучше за неделю, но можно чуть-чуть попозже, потому что билеты раскупают. Задача номер один выполнена. Мы посетили Петроносы. Сейчас у нас главная задача поменять мне кеды. Я специально поехал в старых Заровских белых кедах, чтобы здесь их выбросить и купить найки. В Вьетнаме почему-то найки стоят ровно в два раза дороже, чем вот здесь, в Малайзии. Хотя, наверное, эти найки шьются как раз так и во Вьетнаме. Сейчас мы зайдем в торговый центр, попробуем найти этот найк и сравним цены на сайте и с реальными ценами в самом магазине. На этом наша попытка купить кроссовки закончилась. Да. В этом торговом центре есть все. Вот, например, Баленсиаго, Александр Маквин, Боттега Винета, Луи Виттон, вон там. Дальше Гуччи, Булгари, Шанель. Здесь есть все абсолютно, кроме Найка. Выяснили, что Найк здесь отсутствует, но вроде скоро появится. Но нам эта информация не поможет. Мы с пилентом пошли. Да, у нас еще один день здесь, и мы уезжаем. Мы нашли этаж, где огромное количество всяких брендов, кроме Найк. Сейчас мы смотрим что-нибудь. Мы не в Тотоди, да, зашли, потому что здесь какие-то суперредкие коллекционные кеды очень дорогие. Ну, не такие дорогие, как в России, но относительно других дорогие. Полуноходы какие-то. В общем, выбор прикольный. Классные кеды. Пока что мне такие не нужны. А, ну вот, типа базовых. Вот такие, давай. Скетчер здесь тоже не работает почему-то. А все остальные нам не подходят. Мы нашли на картах, что в полутора километрах здесь есть торговый центр Павильон, где работает Найк. Попробуем сходить туда. Все, мы застряли здесь надолго. Да? Это... Это... Ну, наверное. Ну, как-то не очень похоже. Может, из фильма. Это Улл Смит. Это Петронос из Лего. Боюсь представить, если они бы продавали, сколько это бы стоило. Вышли мы из торгового центра, ничего не купили. Сейчас пошли в торговый центр Павильон, где, надеемся, будет Найк. На сайте Найк написано, что и в этом торговом центре он есть. Но он там не работает. Возможно, на ремонте. Либо его там никогда не было. Непонятно. Вот так выглядит парк здорового человека. Много зелени, много дорожек, бесплатный туалет и огромная детская площадка. Прошли 50 метров, начался дождь. Чтобы работники этого офисного центра не промокли. Когда идут в кофейню, они сделали огромный степлянный навес, где нет дождя. И можно спокойно дойти до кофейни. В этом городе обожают Тойоты Альфар. У них есть просто огромное количество. А мы идем вон туда. По дороге в торговый центр мы нашли такой огромный пенек. Наверное, 2,5 метра в ширину. Смотрите, какой он здоровый. Огромный пень. Наконец-то мы тебя нашли. Сходили мы в Павильян. Он оказался огромнейшим торговым центром. Зашли мы в Найк. В Найке оказались кроссовки только в каких-то коллекционах и зданиях. Все дорогие, все какие-то необычные. Сходили в New Balance. То же самое там. Некоторые кроссовки вообще были запечатаны. Зачем они так сделали, непонятно. Куда мы сходили еще? В Adidas, еще в магазин, где разные модели кроссовок. Мы там тоже ничего интересного не нашли. Да. В Sketchers тоже выбор маленький. Короче... В общем, мы разочаровались и не выполнили свою цель. Сейчас мы пойдем в Decathlon. По-любому там что-нибудь купим. Либо в стоковый магазин, где цены чуть-чуть ниже. Где все подряд. От брендовых хороших вещей до каких-то китайских ноунеймов, дешевых реплик. И, возможно, именно там мы это все купим. По ощущениям, в Куала-Лумпур прохладней, чем в Нячанге. Сейчас, конечно, пасмурно и немного моросит дождь. Но не ощущаешь здесь, как в бане. Либо что здесь прям как колоссальная какая-то влажность. Чувствуешь себя суперкомфортно. Через две минуты в Куала-Лумпур должны выключить свет на всех осветительных приборах. Город участвует в акции «Час Земли». В эту акцию входит, ну, вся планета. Когда в течение одного часа город должен экономить электричество. Выключаются подсветки городов, мостов, всяких туристических зон. Даже в Барнауле было такое. Нагорный парк отключали на один час от освещения. Мы подошли к башням Петронос. И сейчас они вдруг начали моргать. Осталась, конечно, одна минута до этого. О, начали отключаться. Пока постепенно. И шпиль зеленого цвета. И шпиль загорелся зеленым цветом. Все, наверное, такое. Если это все, то это, конечно, разочарование. По городу было множество рекламы о том, что Куала-Лумпур участвует в «Час Земли». Но, похоже, это все, что здесь произойдет. Уже пошла 32-я минута. Кроме как верхушки Петроносов ничего не отключили. Продолжение следует...